Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем YouTube-канале. И сегодня мы с вами будем опять же закупаться на неделю продуктами. Это, наверное, самая любимая рубрика моего брата. И мы давненько ее уже не снимали, поэтому дома продуктов-то тоже особо не осталось. И мы любим закупаться один раз, а потом где-то неделю даже не выходить в супермаркет. Но все равно иногда спускаться приходится, потому что что-то все-таки забываем. Мы с вами поедем, наверное, опять же в Браво, потому что там большой супермаркет, там никто к тебе не придирается. Там бывают такие скидки, такие заманчивые цены. Например, в прошлый раз мы купили постельное белье, которым я пользуюсь и вообще очень довольна. Если еще останутся такие комплекты, то обязательно возьмем. По дороге я еще решила зайти к зубному врачу, но я его не предупредила об этом. Поэтому, к сожалению, оказалось, что его здесь нет. Мама пошла в магазин, и мы договорились, что встретимся вот здесь. Вот звоню маме, до нее тоже дозвониться невозможно. Везде висят флаги, и прям, знаете, такой патриотизм со стороны всех вообще жителей в Баку. И так приятно, на самом деле, идешь по улице, везде тут флаги. Я бы вам засняла дома, но, к сожалению, вы узнаете, в какой стороне я живу. Поэтому мы это делать не будем. Сейчас подождем минут 15, пока приедет моя мамочка. И уже направимся в Браво. Мы уже на месте. А вот здесь у мамы. Вот это вот мой сладкий мамы, которого я всегда пранкую. Все, мы уже здесь. Здесь тоже такая патриотическая песня. Я в маске. Я только сейчас вспомнила, что забыла положить на карточку деньги. А здесь уже негде. Ну, ничего. Заплатим наличкой на обратном пути. Что-то день сегодня какой-то не очень. Все время что-то забываю. Здесь есть спортивное питание, кому надо, ребята. Такой вот стенд имеется. Я, правда, не знаю, что это такое, как это употребляется. Но вроде как недешево все это стоит. Посмотрите, 55 манат в такую баночку. Огромный выбор сковородок. Мне нравятся вот такие вот интересные. Наверное, какое-то специальное покрытие стоит 22 маната. Здесь вот такие вот интересные вазочки. Правда, здесь цена не указана, к сожалению. Хотя нет, указано 27 манат. Стоит такая вазочка для фруктов. А еще такая для цветов. Интересные орнаменты. Это прям железо. Как будто чугун. Мы с мамой тут спорим. Мама говорит, это для еды. Мне кажется, это для чая. Ну, просто он такой в форме тарелки. Вот цена 4 маната стоит. Идеально для меня. Насыпал комбикормы и все. Просто проблема в том, что она глубокая. Это поднос такой деревянный. То есть, вам не будет видно, если я камеру поставлю вот так вот. Две такие. Я бы хотела какой-нибудь ночник, чтобы поставить на задний план. Ну, что-то здесь очень дорого стоит. Здесь он стоит 26 манат. Еще непонятно, как он там работает. А еще вот такие вот сувенирчики. Можно подарить кому-то. Интересно смотрится очень. А еще здесь есть вот такая обувь. Стоит 30 манат. А мне вообще не нравится, если честно. Пасончик совершенно не мой. Еще есть такая. Такой цвет я вообще не люблю в обуви. Вот это я понимаю. Вкусняши просто склошные. Особенно пятизубчики. В детстве для меня это было просто райское наслаждение. А еще здесь есть вот такие вот арбузики, мармеладки, яичница. Вот такие вот интересные. И много чего другого. В принципе, они все стоят по-разному. Но вот это, например, стоит 3 маната с половиной. Это тоже 3,20. В пределах 3 манат все стоят. Скоро у меня, дай бог, будет 160 тысяч. Можно такие цифры купить. Стоят они 1,80. То есть доллар. Каждый стоит доллар. Мы здесь у морепродуктов. И здесь парель. В одном месте указана цена в два раза больше, а здесь в два раза меньше. Хрен знает. На кассе узнаем, сколько стоит. Вот конкретно. Одно время я хотела снять мукванг с таким или с таким. Ну, какой-нибудь из этих тортиков. Я выложила в инстаграм. И все мне начали писать девчонки, что как торт может храниться, например, несколько месяцев. А в этих упаковках он действительно хранится очень долго. Значит, тут много химии. Поэтому покупать не стоит. Поэтому передумала снимать мукванг. Вижу цель, не вижу препятствия. Вот вы говорите, Айка, снимай разнообразные мукванги. Например, если взять эти печенья, их больше 3-4 штук не съешь. Да и не люблю я. Не могу себя заставить. Стараюсь снимать мукванги с чем-то, что я и люблю. Вот это, кстати, интересненько. Наконец-то опять мы выбираем чай с подарками. Тут, мам, с тарелками. А можно открыть и посмотреть? Может, откроешь, посмотришь, что за тарелки здесь? А еще есть такими чайниками. Причем от Беттопе. Вот такая. О, классно, мам, для мукванков. Две тарелки? Одна глубокая. Ну, тут Бетта написано. Ну, что пусть написано. А еще есть три, оказывается. О, одна, мама. Слухай, может, несколько упаковок возьмем. Ну, зачем они? Класс. Если вот этих надписей не было бы. Наоборот, с надписями круче. Здесь еще вот такой вот вариант есть. Это подарок, да, мам? То есть, что это подарок? Уверен, возьмем. Берем тогда. Полкилограммовые, смотри. Они с чашкой. О, чашка какая интересная. Мам, открой, давай глянем. Это не надо, вот обычная чашка. У нас есть дома такая. Такой нет у нас. Есть. Вау, какой крутой стакан. Три монаха стоит. С такими черепами. Ну, стаканов просто дома очень много. А так бы взяла. Мой любимый отдел. Грудинка. Мам, что это? Грудинка. Там масло копченая. Это, интересно, свинина или говядина? Мы всегда берем вот эту вот колбаску нарезанную уже. Она дороже всех стоит, но зато вкуснее. Многие спрашивают, есть ли у нас в магазинах свинина. По-моему, есть. Вот, смотрите, свинина. Есть. Кто кушит, есть. Наконец-то я застала курочку-гриль вот здесь вот, обнаженная. Возьмем обязательно. Забабахаем мук-банк. Ребята, сейчас встретила сестру моей подписчицы, представляете? Она позвонила своей сестре. И мы с ней поговорили. Так было приятно. Реально забыла спросить, как зовут, а то бы передала бы огромный привет. Вот так вот. До хрена крабовых палочек и непонятно, какие сколько стоят. Но вот такой вот для меня будет многовато. Мне бы какой-то вот такой наборчик достаточно. А еще есть вот такое предложение. Кальмар. И еще здесь сверху бесплатно в подарок крабовой палочке. Просто я никогда не кушала такой кальмар. Не знаю, смогу ли я это съесть. Я вообще с морепродуктами так сильно не дружу, если честно. Не могу сказать, что прям люблю. Ну, давайте вот такой еще не возьмем. В прошлый раз я вас спрашивала, черное мороженое внутри тоже черное. А теперь уже его нет. Я выяснила, что как-то, да, действительно черное. Но теперь его не могу нанести. Нет, вот ничего. Мы тут с мамой думаем, что брать. Либо вот такой вариант. Мук-панк вместе снимать торт-мороженое. Либо два вот таких. Вот мама голосует за два вот таких. Я даже не знаю, что в кадре будет лучше смотреться. А еще есть вот такие варианты. Для мук-панка, мне кажется, тоже будет интересно. Вот. Но мама хочет вот это вот. Тут арахис. Можно забабахать мук-панк. Мы уже почти купили. Я вижу такое мороженое. Думаю, говорю маме, может поменяем. Она говорит, нет. Взяли уже. Спасибо. 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 Так, мы уже дома. Столько вкуснятина мы накупили. Такая вот красота. Даже чай взяли. Сейчас подробно все покажу. И укажу обязательно цены. Ну, в общем, как всегда. Итак, давайте начнем с этой части. Здесь у нас мука. Мы ее покупаем специально для того, чтобы готовить хлеб. Ее мы, кстати, взяли не в Брафо, а в Алмаркете. Мы всегда печем хлеб в домашних условиях, потому что бабушка очень любит домашний хлеб. И именно для нее мы его готовим. Хотя я бы не сказала, что это прям такая экономия, так скажем. Просто бабушка любит, поэтому мы готовим. Дальше здесь у нас курица. Ее мы уже взяли в Брафо. Это обычный бройлер. Стоит 4 моната 47 копеек. Дальше здесь прибамбасы для кухни. Вот такой вот ковшик с измерительными единицами. Чтобы знать, сколько воды вы добавили. Очень удобно по мне. Вот такая вот штука, чтобы сдирать, наверное, кожуру с каких-то овощей. Кисти для смазывания, например, хлебобулочных изделий, которые мы будем готовить, например, яичным желтком. Очень культурно красиво смотрится. И дальше вот такая вот посуда. Наверное, мама подразумевала ее для микроволновки или духовки. Дальше краситель вот такой. Вот вы будете в шоке, сколько стоит эта штука. Я сама была в шоке, так скажем. Но мама сказала, что это специальный краситель, который можно добавлять и в тесто, который менее безвреден. И я подумала, да ладно. Дальше здесь у нас мой любимый маршмеллоу. Взяла такую упаковку и вот такую стоили. Они одинаковы. Кстати, были упаковки намного меньше размера. Но стоили они почти так же. Там разница была 20 копеек. Я подумала, что лучше возьмем сразу большую. Дальше здесь у нас курочка-гриль. Я буду для вас снимать мук-панк обязательно с этой курочкой. Дальше здесь шампунь. Мама купила вот такой вот шампунь. В подарок шел еще и крем от Vitex. Действительно очень бюджетный. Я даже удивилась, когда мама это купила. Я думаю, что крема нужно покупать более-менее дорогие. Но мама взяла, что поделать. Дальше такой шампунь от Clare. Он очень хороший. Если у вас есть проблемы с перхотью, обязательно пользуйтесь. У нас уже месяц он закончился. И у меня опять началась перхоть. Вот только этот шампунь и спасает. Дальше две упаковки... Как упаковки? Ну, бутылки воды. Обычный, негазированный. Два напитка тархон. У меня его бабушка просто обожает. Она пьет только тархон. Вот, например, предложи ей капи или айсти. Она пить не будет. А именно тархон она обожает. Вот здесь еще взяли вот такие напитки для нас с мамой. Бабушка, потому что такое не пьет. Дальше здесь у нас мороженое. Мы будем с мамой снимать мукбанг с мамой. И мама просто обожает мороженое. Она может съесть целое ведро просто. Дальше здесь форель. Слабо соленая. Кстати, с этой форелью целая история. На одних стендах она стоила в два раза дороже. А на других в два раза дешевле. И мы думали, блин, а где настоящая стоимость? Поэтому взяли. Оказалось, что она стоит всего 10 манат. Но здесь всего и 200 грамм, как вы видите. То есть здесь немного. От Балтийский берег. Дальше взяли салями. Уже нарезанную. Я очень люблю подобные колбасы. Вкусная прям вообще бомба. Дальше взяла сарделечки. Упаковка такая стоила 4 маната 68 копеек. Вот от Севин-Лидат. Здесь 8 штук. Вкуснятина. Обожаю сардельки, сосиски, колбасы и все дела. Крабовые палочки взяла. Вот такая вот упаковочка. Я вам видео показывала. Там были упаковки. Еще плюс кальмар. А крабовые палочки в подарок. Просто я, знаете, морепродукты не особо люблю. Я не особый знаток. Поэтому брать не стала. Взяла вот такую вот шоколадку. Это любимая шоколадка моей бабушки. Некоторые там писали в комментариях, что Айка, специально покупаешь самую дешевую шоколадку для бабушки. Ничего подобного. Она просто любит подобный шоколад, что внутри не было орех. А это вообще ее прям любовь. Дальше здесь вот такой вот якобс. 4 штуки вы покупаете. Первая одна в подарок получается. Здесь 5. Дальше вот такие вот кексики. Здесь 9 штук. Я однажды снимала Мукбанг. Это от фирмы ИТИ. Если не ошибаюсь, это турецкая фирма. Вот. Может для Мукбанга пригодится. Возможно, мы просто дома поедим. Дальше вот семечки. Белые и обычные. Я, честно, белые вообще не люблю. Зачем я их взяла, я даже не знаю. Дальше томат. Такая небольшая упаковочка. Естественно, дома понадобится безим-то орла. Это азербайджанское производство. Вы знаете, в одном видео А4 мы увидели, как он пьет сок от безим-то орла. И у нас, знаете, прям такая гордость распирает. Все делились там в тиктоке. Дальше. Вот такая вот штука, которая я не знаю, как называется. Она азербайджанская называется. Нохул. Это конфеты, так можно сказать, используются вместо сахара. Пить чай просто бомба. Эти яблоки, они стоили безумно дорого. Я, естественно, не особый любитель прям яблок. Вот. Я была в шоке от этой цены. Но да ладно. Я даже задумываюсь о том, чтобы снять мукбанг. Мама говорит, да ну как-то неинтересно. А я думаю, разнообразие. То есть, арахиса никогда не было. Почему бы не снять? Пишите свое мнение. Обязательно внизу, стоит ли снимать с арахисом или это слишком просто. Дальше здесь помидорки черри. Наконец-то мамочка их нашла и снимет рецепт. Девчонки, я не успеваю монтировать. Точнее, мой брат не успевает монтировать видео для айкука. Поэтому видео немножко опаздывает из-за отсутствия интернета. Дальше здесь вот поклошаны. Дальше купила один авокадо. Они были не очень мягкие, поэтому взяла всего лишь один. Придется еще на балконе, чтобы он полежал. Дальше здесь такая упаковка риса. Ну куда же без риса? Дальше вот такие вот палочки. Опять же, это для бабушки. Бабушка обожает сладкое. И особенно эти палочки. Дальше самое интересное. Я предлагала маме еще и взять и стакан. Но мама говорит, зачем? Это халява, ребята. Халява. Получается, мы купили чай. Ой, я извиняюсь, ребята. А это все мы получили в подарок. Правда, здесь со значком БТТ. Но все равно приятно. Дареному коню, как говорится, в зубы не смотрят, ребята. Так. Три тарелки. По мне, очень круто. Дальше у нас здесь лук. Лук и все остальные вещи, по-моему, покупали в Алмаркете. Потому что в Браво такие вещи стоят намного дороже. То есть разница большая. Поэтому нет смысла брать там. Дальше здесь у нас помидорки. Вот. Грейпфрут. И, конечно же, огурчики. Дальше взяли грейпфрут. Две штуки. Мы читали в интернете, по-моему, с мамой, что грейпфрут способствует похудению. Дальше у нас здесь нектарин. Тоже не очень мягкий. Когда только вышел нектарин, то есть в этом сезоне только появился, он как будто был намного вкуснее. Дальше вот такой вот сыр. Очень вкусный. На чем-то напоминает творожный сыр, который мы можем увидеть в роллах. Вот одно и то же. Очень вкусный. Эта фирма, она просто обалденная. А дальше взяли ананасы. Консервированные ананасы. В принципе, в Браво они стоят так же, как и везти, но взяли. Это специально кольцами. Есть еще и просто мелко нарезанный ананас. Они стоят дешевле, но я люблю кольцами. Прям чувствую, что ты кушаешь ананас. Дальше сметаны 15%. Идем дальше. Взяли йогурты. 4 йогурта нежные. Я очень люблю йогурты. Как вы знаете, после мукбанка с 20 штуками. Зерень. Кинза. Дальше у нас здесь мясо. Это говядина и баранина, если я не ошибаюсь. Из этого мы хотим готовить грузинские хинкали. Как вы видите, отличное мясо. Что еще я вам не показала или забыла? Вроде как все. Это наши покупки на ближайшую неделю. Я думаю, должно хватить. Много чего у нас дома было. Вот такая вот закупка у нас была. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Для вас это мелочь. Для меня безумно приятно. Я вас всех очень, очень, очень сильно люблю. С вами была Эта Эмили. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok